всем привет сегодняшний влог начинаю со сборов собираюсь в парикмахерскую буду стричь волосы сейчас они у меня отросли вот и сюда хотя когда я стригла в последний раз я просила такой вот небольшой каскад на волосы примерно такой вот длины у меня были и мне подстригли волосы вот так вот реально вот так вот они были очень короткие это было непривычная для меня длина второй раз я уже обжигаюсь идя на стрижку корейскому мастеру поэтому сегодня еду в русский салон на станцию хонде где не будет стричь русскоязычный мастер то надеюсь что в этот раз мне все понравится ну вот и все я делаю всегда легкий макияж использовала кушон также у меня тут блеск для губ и тушь она супер водостойкая очень тяжело смывает так что смываю ее в два то есть три этапа это тушь от летит house этот кушон от 7 пинг и вы такой вот блеск для губ которая дает при нанесении вот Продолжение следует... Продолжение следует... Очень много вкусных кафе в этом районе. Район называется Хонде. Это университет. Я припарковалась прямо на парковке университета. Сейчас нужно найти какое-нибудь кафе, покушать. Возможно, выпить кофе, съесть десерт. И поеду потом в сторону дома. Четыре часа сегодня нужно будет всадить на собрание. В этом районе не только много кафе, но и разных магазинчиков с прикольной одеждой. Давайте заглянем сюда. Из пижамки. Плачушки. Посмотрите, такое классное платье. Стоит всего 29 тысяч вон. Оно и для меня подойдет на мой живот. Красота. Магазин, где продают алкоголь. И посмотрите, здесь можно купить вино по бокалам. Уже разлитое. Идем с вами дальше. Где-то здесь уже рядом то кафе, куда я хочу пойти. Это итальянская кухня. Я там уже была. А, вот-вот, на втором этаже. Я там уже была. Я была даже и половины. Плюс мне постоянно подливали сотовую. Поэтому взяла с собой. Сейчас иду уже к парковке. И, конечно же, речь о кофе и десерте. Быть и может. Я так наелась. За полтора часа парковки я заплатила 10 тысяч вон. Все никак не могу привыкнуть к ценам на парковку. Она здесь в Корее, вернее в Сеуле, очень дорогая. Мне подруга говорила, что в Пусане парковка намного дешевле. Всем привет. Сегодня день 2. Вчера мне так красиво уложили волосы, а сегодня я помыла голову и сразу вышла из дома, даже не посушив волосы. И намека на укладку нет. Чтобы волосы выглядели красиво, как в день стрижки, нужно их постоянно укладывать. Времени у меня сегодня не было. Мне нужно было отвезти детей к автобусу, садить их на автобус. Они уехали в садик, а я сразу побежала к автобусу, потом пересела на метро, приехала на Тан-де-Мун. Сегодня у меня запись на маникюр. Мы в субботу едем в город Тегу на свадьбу. Свадьба будет в воскресенье. Едем мы в субботу. Нам сняли классный отель с бассейном. Поэтому нужно привести себя в порядок. В принципе, вот почему я и подстриглась. И сегодня маникюр как раз-таки сделаю. В прошлый раз у меня были очень красивые ногти. Я их отрастила. Ну а потом я сломала несколько ногтей, психанула. И я решила все содрать зубами. Я вышла из другого выхода и сделала я это намеренно. Так как у меня еще есть достаточно времени, чтобы пройтись отсюда до Русской улицы, где у меня будет маникюр, и показать вам местность. Этот район называется Тан-де-Мун. Это иностранный район. Не только русский, но сюда приезжает очень много иностранцев. Так как это туристический район, здесь находится Тан-де-Мун Дизайн Плаза. Развлекательно-культурный комплекс, где проходят недели моды, модные показы, конференции, выставки. Также здесь много оптовых рынков. Они ночные, работают в основном с 8 вечера до 5 часов утра. Мы с моими туристами часто сюда приезжали закупаться, так как несколько раз в неделю здесь можно купить не только оптом, но и в розницу. В розницу, конечно, получается немножко дороже, но можно найти классные вещи. Отсюда можно пешком дойти до площади Куанамун, можно дойти до дворца Кенбукун, до торговой улицы Мёндон, до ручья Ченгичон. И все это в пешей доступности. Конечно, идти нужно прилично, но можно это сделать, и мы спокойно это делали с моими туристами. Очень много ходили, гуляли, я прям скучаю по тем временам, когда я работала гидом, ко мне прилетали группы. Я и сама из России дважды летала с группами, показывала им Корею, не только Сиун, но и Пусан. В общем, было классно, и я планирую снова этим заняться. Когда ребеночек мой третий подрастет, когда пойдет в садик, я снова буду делать туры в Корею, потому что мне это очень нравится, и мне нравится вот так вот гулять и наслаждаться городом. Чувствовать атмосферу города, окунаться в историю и, в общем, рассказывать про Корею. Это я очень люблю, думаю, вы это заметили. Дошла до Русской улицы, но ее сложно назвать чисто Русской улицей, так как здесь есть много узбекских кафе, ресторанов. Также здесь можно отведать монгольскую кухню, бурятскую кухню и многие другие. Я очень скучаю лично по калмыцкой кухне, жалко, что здесь ее нет. Сейчас бы я с удовольствием съела махан, это мясо. Я не любитель мяса, но иногда я прям очень скучаю по калмыцкой кухне, по калмыцкому чаю, по бабушкиным борцкам. Это у казахов называется борсаки, а у русских пышки. Очень вкусно. Я, кстати, после маникюра обязательно схожу в русские торты. Здесь продают безумно вкусные десерты. Я, как обычно, не успела позавтракать. На ходу я перекусила батончиком. Сейчас хочу взять просто йогурт питьевой, чтобы во время всего процесса пить йогурт. У меня впервые в жизни квадратные ногти. Я обычно не люблю квадрат, но в этот раз почему-то захотелось что-то новенькое. Ну и вот, что получилось. Получилось очень нежно. Мы выбрали пастельные оттенки. И, как обычно, у меня пару ногтей акцентные с блестками. Я люблю блестки и делаю блестки в каждом маникюре. У меня не было никогда однотонных ногтей, чтобы все были одного цвета. Мне нравится, как смотрится квадрат на моих ногтях. Правда, я буду долго привыкать к такой форме. После трехчасового маникюра я жутко проголодалась. И поблизости я нашла турецкую забегаловку, где продают кебаб. Но мне почему-то нравится больше называть его шаурмой или шавермой. Я впервые за год ем шаверму. И это капец как вкусно. Я промечтала о ней. И нашла на тендемоне. Я, кстати, не знала, что продают шагерму. Иначе бы я выезжала сюда чаще. Ну, а на этом я меня остановила. И сейчас я буду есть наши русские десерты. С каждым годом выбрать десертов становится все более и более разнообразной. Я даже в лестинских пекарнях не видела, чтобы в одной пекарне продавали столько много разных десертов. Выбрать тяжело. Хочется скупить все и сразу. Но чтобы папа не слиплась, я выберу что-нибудь одно здесь. И что-нибудь одно возьму с собой. И сегодня мой выбор пал на меренговый рулет. Меренговый рулет. Как-то так называется. Ну и раз я в русском районе, а это бывает всего раз в месяц, нужно обязательно закупиться нашими продуктами, которых не найти в обычных корейских магазинах. Такое ощущение, что я просто зашла где-то в России в какой-то продуктовый магазин. Правда, цены здесь намного выше. Но можно купить абсолютно все. Я считаю, что раз в месяц можно купить продукты на 15-20 тысяч рублей. При этом их надолго хватает. Я обычно покупаю детям пельмени, они их обожают. Также я беру какие-то салатики. Тут даже продают редиску. Редиски в корейских магазинах не бывает. Также есть колбаса, разные консервы. Есть рыба. Все, что обычно продают в России. И да, в этот раз я, правда, не буду покупать много, потому что я без машины. Поэтому я заранее написала список необходимых продуктов, чтобы ничего не забыть и не купить ничего лишнего. В следующий раз я, скорее всего, поеду на машине. И тогда я основательно так закуплюсь. В этот раз нужно себя ограничить. Что-то я не подумала об этом, когда я ехала сюда. Под конец дня мне уже не кажется, что ехать на общественном транспорте было хорошей идеей чтобы я поехал на машине потому что под конец я очень устала да еще с пакетами я не стала покупать много продуктов купила только самое необходимое почему то что не хотелось все тащить на себе тем более огромный живот который тоже как-то нужно нести я разобрала продукты есть у нас пельмешки вареники с творогом я их правда есть будто уже завтра также взяла десерты хотя у нас огромный торт стоит пришлось даже из-за торта убрать одну полочку что торт поместился поэтому нас чисток уход house холодильнике также кое-что ушло в эти полки я очень устала поэтому просто буду отдыхать до прихода детей из садика через немножко времени смогу отдохнуть полежать и буду для вас монтировать этот влог так что увидимся с вами в следующем видео всем пока